Короче, сегодня я вас погружу в мир стилей, которые уже давно, знаете, мертвы погибли, которые валяются у вас где-то в шкафу, точнее, вещи от этих стилей и пылятся где-то на дне. Это те стили, которые были популярны, вот в ТикТоке, знаете, все такие, вау, хочу вообще так одеваться, прикольно, круто, вот, а сейчас это, ну, такое. Но я вам расскажу, кстати, как их можно реанимировать и использовать даже сегодня, вот. Поэтому приготовьтесь к этому модному ретро-турне и, надеюсь, вам будет интересно. Поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и погнали! И первое, о чем я вам хочу рассказать, это, разумеется, Лайт Академия. Это, знаете, вот эта вот тиктокерская история, когда, вот смотрите, Лайт Академия, это такой парниша или девочка, неважно, та, которая любит читать книжки, которая чувствует себя в мире, когда на фоне всегда перманентно стоит какой-нибудь старый особняк в стиле, там, какого-нибудь Гарварда, да, когда ты одеваешься, какие-то светлые цвета, когда ты читаешь книжечки и у тебя вообще жизнь просто, ну, мед, медятина. Ну и зацените, как я это адаптирую сегодня. Не то, чтобы это кринж, но в целом нормально. В какой-то момент Лайт Академия стала настоящим хитом, то есть все внезапно, опять же, полюбили свечи, книги, бежевые свитера, и даже те, кто никогда не открывал гордости и предубеждения, это, кстати, я, сори, ни разу не открывал эту книгу. Внезапно стали знатоками классики. Ну и давайте разберемся, почему она выдохлась, потому что люди внезапно поняли, что носить постоянно, как бы, свитера, особенно летом, ну, не особо так практично, хотя, кстати, осенью вполне себе неплохо даже то, что я показал, пойдет. Ну, собственно, для мужиков, для парней я не вижу никаких вообще проблем, чтобы просто надеть там, знаете, на какое-нибудь прикольное свидание с девушкой, посидеть в каком-нибудь красивом месте при свечах, вывезть такой бежевый рубашечки, красивый, поэтому обязательно используйте осень, свидание, не знаю, там, учеба. Если у нас есть Лайт Академия, значит, что? Значит, у нас должна быть и Дарк Академия. Это, знаете, такой стиль, когда, это противоположность, во-первых, Лайт Академии, когда ты весь такой готичный, скрытный, секретный, интересный, ты ходишь весь в черном, твоя жизнь чуть ли не тлен, обязательно все вот это должно вот прям напоминать, что вот ты все тем, ты на темной стороне, ты как бы тоскуешь по прошлому и никаких вариантов у тебя других нет. И давайте посмотрим, как я это сейчас адаптирую. Дарк Академия также завирусилась в ТикТоке, когда все внезапно начали любить мистику, готику, траурные цвета. И вот вспомните даже, можете, те видео, где все выглядели как персонажи какого-нибудь викторианского романа. Даже на мне сейчас, допустим, можно посмотреть, как мой плащ выглядит какой-то готичный, какой-то вот, правда, викторианский. То есть, я не скажу, что в таком сейчас невозможно ходить, да, вообще все прекрасно, можно, это плащ от ZNVR, я брал его еще в прошлом году. Вот, но это настолько вещь под какое-то прям мероприятие, что я надевал его на улицу именно, если честно, один раз. И то это было как раз-таки на показ ZNVR. Об этом ходить сейчас, я не знаю. Ну и давайте немного отвлечемся от этого стареата, мертвичины, которую уже никто не носит. И я покажу вам буквально немного, что можно носить сейчас и что я рекомендую и почему я рекомендую. Смотрите, у меня есть вот такой лонг слив. Это оверсайз, лонг с удлиненными рукавами, с манжетами. И самое приятное, что это мой бренд. Вот, это прекрасный лонг, который я сделал как бы для себя, потому что я очень хотел такую кофту давно с прикольным принтом. Он, знаете, как бы выполнен тоже в винтажном таком стильке, но я бы назвал его ретро-винтаж, собственно, какая здесь надписи написана. Это что-то около гонок, что-то около спорта. Вот. И самое крутое, что вы можете его приобрести по ссылке в шапке профиля. Он уже продается. Вот, я еще сейчас надену. Вот так он выглядит на мне. Мне очень нравится, что я здесь сделал большую пройму, такую длинную точнее, чтобы все это свисало. И чтобы ты чувствовал себя, ну прям, знаешь, вот так, ну комфортно. Мне очень нравится. Плюс я использовал, господи, кулирку 300-граммовую. Это очень дорогая, очень классная ткань молочного цвета, которую уже, кстати, нигде нет. И повторять эти лонги я, наверное, не буду. Это просто такая ограниченная история, которую я сделал... Ой, бабочка летает. Которую сделал для себя исключительно. Следующее. И бой, и герл. Это, я не помню, если честно, электроник бой, электроник герл. Короче, как-то так это называется. Но это история, когда... Когда это стало чуть ли вообще не поколение, когда девчонки там красятся вот этой вот всей помадой. При этом надевают что-то белое, потом черное обязательно. Джинсы обязательно. Какие-то цепи, чтобы показать, что ты электроник интернет. Это, я не помню точно. Очень странное определение, конечно, этому стилю. На мой взгляд, это вообще какая-то база и повседневка, когда ты надеваешь какой-нибудь белый лонгслив и что-то черное сверху. Но, наверное, это все-таки стиль жизни. В первую очередь, все эти, так сказать, тренды, это то, что описывает ваше внутреннее. И вот так это выглядит на мне. В целом, прикольно. Я так хожу. Мне нравится. Но я себя не идентифицирую как и бой. И у меня все прекрасно. Поэтому тоже берите на заметку. Сверху можете надевать футболку. У меня это безрукавка, которую я брал на Алиэкспресс. Она классно выглядит и классно все дополняет. Поэтому вот такая вот у нас еще одна история, которую мы положили на полочку. И все в 2020 году забыли про это название и бой. И живут кайфуют, припевают. Поэтому, что и вам желаю. Четвертое это Гоблин Корр. Вы знаете, я бы это описал как вот что-то по типу Лайт Академии. Если Лайт Академия это у нас про что-то, про книги, про всякое вот такое вот эстетику такую дворцовую, гарвардскую, то Гоблин Корр восхваляет болото, восхваляет грибы, как бы это ни звучало. Вот. И все вот прям кайфуют от каких-то таких природных, прям жестких природных цветов. Да, коричневый, зеленый, там тоже немного черного. Все это разных оттенков. И грибы. Я не знаю, почему Гоблин Корровцы любят грибы. Но это тоже раньше было очень модно. А сейчас... Немного... А сейчас мы это адаптируем. Вот. И вот как это адаптирую я. Вообще-то стиль появился в разгар пандемии. И люди хотели убежать от реальности. И вот появился Гоблин Корр. Стиль для тех, кто обожает природу и не слишком любит стирать свою одежду. Но я стираю. Все, собственно, потом это всем наскучило почему-то. Да, наверное, всем надоело жрать грибы. И теперь все. Это история, легенда, которой никто не возвращается. Но на самом деле даже в Москве я вижу подобные стильки. Потому что это прикольно выглядит. Какой-нибудь свитерок. Какая-нибудь рубашка даже, да, в клетку. Все это зеленых или коричневых цветов. И какие-нибудь там... А, ну конверсы, разумеется, на ноги. Какая-нибудь сумка. Кстати, сумка от моего бренда. Если что, переходите по ссылке в шапке... По ссылке в описании. Учеба, скоро работа. И это всегда пригодится. Это офигенный помощник. Скорее всего, сейчас, когда я уже снимаю, черных сумок нет. Потому что их все раскупили. По крайней мере, я точно знаю, что сейчас осталась одна штука. Но ее уже 100% нет. Но есть зато еще серый. Вот тоже очень прикольный цвет. Мне очень нравится, как она выглядит. Поэтому обязательно заходите по ссылке в шапке профиля. Там мой бренд. Вы и поддержите меня. И сами кайфанете. Вот. И сумки сейчас стали еще качественнее. Все сделал, чтобы они прям долго прослужили. Чтобы, видите, оно не рвалось ничего. Короче, классно. И вот. Не забывайте, что они влагонепроницаемые. Поэтому всем спасибо за подмогу, так сказать. И вот. Смотрите. Выбирайте. Покупайте. Там, правда, не особо много их тоже осталось. Вообще, мне, кстати, вот этот образ нравится. Он прикольный. То есть, зацените, как классно играет рубашка. С вместе... Ну, в цвет именно свитеру. И плюс еще прикольно смотрится сумка. И широкие джинсы. Ну, конечно, лоферы можно заменить на конверсы. Так, наверное, прикольнее будет. Но я бы ходил реально вот так. Осенью. Вообще прикольно выглядит. Говленкору точно лайк. Также, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-аккаунт. Я сейчас там больше, конечно, про бренд. Там будут все новинки, потому что у меня скоро готовится просто офигенный вообще дроп. Блин, ну прям... Вообще прям просто пушка будет. Вот. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать. Плюс там самая актуальная информация по дропам. Когда они будут. Сколько, чтобы не пропускать. Если вы хотите купить. Вот. Всем буду рад. Обязательно подписывайтесь. Ну, и разумеется, все это не стоит на месте. И пока я вам все это рассказываю, я уверен, что появляются еще какие-то определенные тренды. Например, как Fruity Boys, допустим, да, тоже сейчас в тренде. Какие... Какой-нибудь Ballet Core. Вообще всякие разные названия. Чем бы люди себя не тешили. Главное, чтобы все постоянно двигалось в какую-то сторону. Пишите в комментарии, как вам эти стили. Возможно, вы их носили. Будет интересно почитать. Возможно, вы их помните из каких-то там социальных сетей, да. Будет, правда, интересно почитать. Особенно, если вот вы напишите. Может быть, нужно рассказать про какие-то новые стильки, да. Которые сейчас уходят. Про тот же Fruity Boys. Вообще достаточно интересно. И опасно, кстати, в наше время его показывать. Но если попросите, то почему бы, собственно, нет. Поэтому еще вот ставьте лайки обязательно. Все. Пишите, какой стиль был вашим фаворитом. Какие вы стили хотите увидеть от меня в дальнейшем. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что у вас все прекрасно, замечательно. Всем пока-два. Продолжение следует.